Всех приветствую, меня зовут Екатерина Андросова, и сегодня темой нашего общения будет брюшное дыхание и зачем дышать животом. Чтобы общение было интересным для вас, я приготовила несколько иллюстраций, фото и видео, а также предлагаю сегодня в течение этого выступления также сделать несколько практических подходов к брюшному дыханию, чтобы мы уже на опыте смогли прочувствовать все то, о чем будем говорить. Итак, в первую очередь хотела бы сказать о том, что дыхательный процесс – это естественный процесс, на который мы обращаем достаточно мало внимания. Тело дышит само, и со временем мышцы становятся очень ленивыми. Мы все больше дышим грудным отделом, все меньше подключаем диафрагму и область живота. И вот здесь я хотела бы обратить ваше внимание на нашу первую иллюстрацию. Вначале я хотела бы показать вам вот эту иллюстрацию, и здесь очень хорошо нам с вами видно, где располагается диафрагма. Видны легкие, видны сердце. На первом рисунке, если вы посмотрите, обозначено разными цветами. Вторая иллюстрация показывает нам, что происходит на вдохе и выдохе. И здесь мы можем как раз увидеть механику дыхания. Легкие – это два очень гибких и прочных мешка, которые могут раздуваться, сдуваться, когда воздух входит в них при вдохе и выходит из них при выдохе. Легкие обладают способностью сильно расширяться, а также могут быть сжаты и занимать небольшое пространство. Здесь мы можем тоже видеть, что легкие окружены сверху и с боков ребрами или грудной клеткой, а снизу – очень важной плоской мышцей, которую называют диафрагму. Диафрагма отделяет легкие от брюшной полости. И легкие не прикреплены ни к диафрагме, ни к грудной клетке, но тем не менее меняют свои размеры в соответствии с любыми изменениями формы пространства, в котором они заключены. Если под воздействием мышц грудная клетка расширяется, а диафрагма движется вниз, то между внешней поверхностью легких и окружающими тканью начинает возникать пустота. Легкие автоматически расширяются, заполняя ее. А расширяясь, они точно повторяют форму замкнутого пространства, образованного грудной клеткой и диафрагмой. И таким образом воздух втягивается в легкие и происходит вдох. Аналогичным образом, когда грудная клетка сжимается, диафрагма движется вверх, благодаря снятию мышечного напряжения легкие сжимаются. Это выталкивает воздух из легких и происходит выдох. Итак, осуществляется дыхание. То есть, чем больше мы можем опустить диафрагму вниз, или же, если это грудное дыхание, расширить ребра, тем больше воздуха может войти внутрь. И поэтому важно дышать достаточно медленно и глубоко, или научиться. Здесь я хотела бы зачитать достаточно интересный фрагмент из первого тома, трехтомника Бехарской школы йоги, древней тантрической техники йоги и крии. Вот что написано в древнем трактате Хатха-йога Прадипика. Жизнь – это интервал между двумя вдохами. Тот, кто дышит наполовину и живет только наполовину. Тот, кто дышит правильно, управляет всем своим бытием. Древние йоги были хорошо осведомлены о важной роли дыхания. Нет дыхания – нет жизни. Дыхание – это жизнь. В йоге утверждается, что каждый человек может совершить лишь определенное, предназначенное ему количество вдохов. Если человек дышит медленно, он будет жить дольше, поскольку данное количество вдохов отпущено ему на всю жизнь. Если он дышит быстро, то это количество вдохов расходуется быстрее, приводя к меньшей продолжительности жизни. Согласны ли вы с этим утверждением или нет, в этом есть немалая доля истины. Увеличение скорости дыхания обычно ассоциируется с напряжением, страхом, беспокойством, а это приводит к ухудшению здоровья, неприятностям и, разумеется, к сокращению продолжительности жизни. Человек, который дышит медленно, находится в состоянии расслабления. Он спокоен и счастлив, а это способствует долголетию. Тот, кто дышит быстро, как правило, вдыхает и выдыхает небольшое количество воздуха. Это позволяет микробам накапливаться в нижней части легких. Напротив, тот, кто дышит медленно, обычно вдыхает глубоко и тем самым вентилирует свои легкие на большую глубину. Это помогает удалять из нижней части легких застоявшийся воздух и уничтожит питательную среду для размножения микробов. Есть и другие причины, связывающие долголетие с медленным и глубоким дыханием. Например, при глубоком дыхании диафрагма осуществляет массаж органов брюшной полости. Это естественная и важная дополнительная функция дыхания, которую часто упускают из вида. Массаж печени, желудка поддерживает их в хорошем рабочем состоянии, удаляя старую отработанную кровь и обеспечивая приток свежей крови, насыщенной кислородом. Быстрое дыхание обычно бывает неглубоким и не обеспечивает необходимого массажа внутренних органов. Кроме того, неглубокое дыхание приводит к недостаточному снабжению организма кислородом. Это вызывает функциональные расстройства и заболевания систем кровообращения и пищеварения, а также нервной системы. Поскольку эффективность работы этих систем полностью зависит от того, хватает ли поступающего кислорода для поддержания соответствующих органов и нервных тканей в здоровом состоянии. Итак, после такого интересного фрагмента я предлагаю на практике попробовать несколько техник дыхания с животом. Предлагаю попробовать из положения лежа и из положения сидя. Для того, чтобы выполнить эту технику сейчас в положении лежа, нам также понадобится какой-то предмет, не очень тяжелый. Я покажу вот с таким эгидическим пропсом, кирпичом. Мы ложимся на спину, в свободное положение. Ноги и руки расправляем. И помещаем предмет себе на живот. И теперь пробуем дышать. На вдохе живот направляем вверх, на выдохе вниз. И наблюдаем за движениями живота, за движениями предмета. Стараемся не подключать грудную клетку, межреберные мышцы. Дышим только животом. И давайте некоторое время сделаем такой тип дыхания. Продолжение следует... Итак, мы с вами сейчас выполняем дыхание животом. Это естественное брюшное дыхание. Никак его не контролируем, никак не пытаемся растянуть, добавить задержку дыхания. Давайте попробуем еще буквально минуту подышать таким образом. И потом я предложу вам следующее задание. Продолжение следует... И теперь мы с вами попробуем сделать контролируемое брюшное дыхание. Мы с вами выполняем вдох и делаем небольшую паузу после вдоха. Делаем выдох и небольшую паузу после выдоха делаем. И после каждого вдоха, после каждого выдоха добавляем эту паузу. Попробуйте понаблюдать сейчас за своими ощущениями. И чуть позже я расскажу вам о том, что может давать нам такая пауза после вдоха и после выдоха. Продолжение следует... Давайте мы будем постепенно завершать этот подход в положении лежа. Пожалуйста, примите ваше свободное положение, в котором вам удобно слушать или смотреть. Далее мы сделаем небольшую паузу и попробуем сделать все то же самое, но в положении сидя. А сейчас для того, чтобы у вас было большее понимание, что дает нам вот это дыхание, дыхание с животом и для чего нам пробовать укреплять диафрагму, я покажу вам несколько иллюстраций и также озвучу некоторые эффекты брюшного дыхания. Итак, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Итак, работа диафрагмы. Вот здесь показана работа живота. Человек дышит, делает выдох, делает вдох. И далее показано, как при этом работают внутренние органы. То есть выдох диафрагмы поднимается вверх, вдох опускается и живот выдвигается вперед и вниз. То есть движение идет именно от диафрагмы. Ну вот немного с другого ракурса тоже здесь видно, как дышит человек, как работает его живот. И что при этом происходит с диафрагмой и происходит с легкими, мы тоже видим. Когда диафрагма поднимается, легкие сжимаются. Когда опускаются, расширяются. И еще одну хотела показать тоже иллюстрацию. Здесь тоже хорошо проиллюстрирована согласованная работа внутренних органов. Это в спокойном состоянии работа. То есть диафрагма двигается постоянно. Когда мы с вами выполняем наши подходы к практике, мы выполняем или осознанное наблюдение дыхания, или контролируемое дыхание. Но в том или ином случае мы все равно управляем дыхательной мускулатурой. Когда мы внимание не направляем в дыхательную мускулатуру, она все равно работает. Это согласованная работа внутренних органов. Она здесь довольно хорошо тоже заметна. И как я сказала ранее, если мы не занимаемся развитием и укреплением дыхательной мускулатуры, мышцы становятся ленивыми и перестают обеспечивать оптимальный режим вдоха и выдоха. Но сейчас давайте попробуем сделать наш подход к дыханию и понаблюдаем, как мы дышим. Каждый из нас будет наблюдать свой тип дыхания, что для вас привычно. Привите любое положение тела, если тяжело сидеть с прямой спиной, просто лягте или сядьте на стул. Давайте в течение минуты понаблюдаем, как мы дышим. Попробуйте запомнить все аспекты. Что движется, живот или грудная клетка? Насколько глубоко вы дышите естественно? Не прилагая усилия, не стараясь стягивать воздух. Просто наблюдайте свое естественное дыхание. Одна минута. Субтитры создавал DimaTorzok Наша одна минута завершилась. Что вы обнаружили? Чаще всего люди дышат сейчас грудным отделом. Когда мы не прилагаем усилия и не уводим внимание в области живота, мы все равно напрягаем область ребер, межреберные мышцы и расширяем, сужаем грудную клетку. Помимо этого мысли уводят нас через несколько секунд. И в течение минуты порой очень сложно заниматься наблюдением этого процесса. Здесь хотела бы отметить очень важный момент. Если вы понаблюдаете за тем, как дышат дети, совсем маленькие дети, они дышат животом. И это естественное дыхание, с которым мы рождаемся. Но тем не менее постепенно от него уходим и начинаем дышать верхние части легких, совершенно не подключая область живота. Диафрагма ослабевает. И так как мы не дышим этим дыханием в повседневной жизни, подключаем верхнюю часть. А здесь хотела бы показать вам еще одну иллюстрацию. Итак, напомню, что диафрагма – это мышца, которая помогает перекачивать кровь, то есть ее амплитудные движения улучшают кровоток и лимфоток. Но у большинства людей, взрослых людей, диафрагма не работает из-за малоподвижного образа жизни, низа толости. Амплитуда движения диафрагмы составляет примерно 1 см. А что это значит? Что вот эти движения вверх и вниз, они минимальны. И массаж внутренних органов, которые находятся в брюшной полости, они минимальны. Соответственно, ухудшается кровоток, венозный отток, различные проблемы с аварикозом, в том числе с проблемами в органах малого таза, недостаточное кровообращение. В том числе обусловлено слабой диафрагмой. При том, что у тренированных людей может быть движение диафрагмы вверх-вниз 10 см. И можно сказать, что это одна из причин, почему мы начинаем дышать грудью. То есть нам не хватает воздуха, мы как бы довдыхаем, добираем грудью. Когда диафрагма опускается чуть-чуть, но если диафрагма тренированная, то в этом нет необходимости. И, соответственно, все внутренние органы в брюшной полости получают очень хороший массаж. Именно поэтому брюшному дыханию, конечно же, нужно уделять внимание. Это не значит, что дыхание грудным отделом нам не нужно будет. Но брюшное дыхание – это отдельный тип дыхания. И здесь диафрагмой, конечно, нужно заниматься. Два-три месяца занятий помогут сделать такое дыхание автоматическим и естественным. И тогда можно будет использовать его и в повседневной жизни. Соответственно, оказывать благотворное влияние на внутренние органы. Напомню, что одна из задач дыхательных упражнений состоит в том, чтобы организм научился обеспечивать себя кислородом в достаточной мере. И наиболее жизненно важные ткани, как правило, являются кислородозависимыми, весьма чувствительными к содержанию кислорода в крови. Это нервная ткань, сердце, некоторые ткани почек, печень. И если просто подышать 10-15 минут в день регулярно, это, конечно, лучше, чем ничего, но еще лучше, если это дыхание будет постепенно становиться естественным. Диафрагма будет все больше натренирована и сможет опускаться все ниже и ниже. Нам меньше необходимости будет подключать грудное дыхание. Ну и еще раз посмотрим вот эту иллюстрацию. Здесь просто очень хорошо это видно. Амплитуда движения диафрагмы, как мы помним, примерно 1 см у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Много сидят, тут улица. Если мы тренируем диафрагму, она укрепляется. И можно также заметить, что после брюшного дыхания у нас идет тепло в ноги. Вот это один из признаков, что мы все делаем правильно. Это один из признаков улучшения кровообращения. В том числе это эффект брюшного дыхания. И вот здесь я сделала иллюстрацию, как двигается живот при диафрагмальном дыхании. Мы можем это проверять, используя руку или же без руки. Живот на вдохе вперед, на выдохе внутрь. И для проверки, когда мы дышим, используем ребра. Ребра расширяются на вдохе, сужаются на выдохе. При этом живот практически неподвижен остается. Вот верно будет, когда все-таки идет движение живота, а ребра остаются неподвижными. Ну и еще вот одна иллюстрация. Здесь тоже напоминание о том, в чем польза диафрагмального дыхания. Когда мы дышим диафрагмой, наши легкие набираются гораздо больше воздуха, наш организм получает больше кислорода. И диафрагмальное дыхание – это естественное и правильное для человека. Получив такое дыхание при рождении, человек с ним остается во взрослом возрасте, как я озвучила ранее. И это является причиной некоторых болезней. А также напомню, что на физическом уровне основная польза диафрагмального дыхания в том, что оно задействует полный объем легких, благотворно сказывается на общем состоянии организма, на его защитных возможностях, при столкновении с вирусами, болезнями. А также производит массаж внутренних органов, улучшая кровообращение, тонус сосудов. Руки и ноги становятся теплыми, исчезает шум в ушах, в голове. Это дыхание улучшает пищеварение, работу кишечника и общее функционирование желудочно-кишечного тракта. Помогает при хронических запорах. Диафрагмальное дыхание улучшает вентиляцию легких, рабочий объем которых может увеличиться на 10-30%. Легкие очищаются от слези, пыли, смол, проходит отдышка. Этот тип дыхания обеспечивает полноценное питание всех органов за счет эффективного газообмена между вдыхаемым кислородом и выдыхаемым углекислым газом. Нормализуется вес. Обладая успокаивающим действием, снимает мышечное напряжение в области таза, живота, грудного отдела. Я также хотела обозначить на энергетическом уровне. Диафрагмальное дыхание увеличивает поток энергии, стимулирует гипофиз, наполняет энергией ум, тело, сознание, улучшает интуицию, дает возможность управлять негативным состоянием, эмоциями, поддерживая ясность, здравомыслие и терпение. Хорошо, я надеюсь, что эти иллюстрации вас вдохновили на то, что дыханием важно заниматься, укрепление диафрагмы – это важно. И сейчас мы попробуем с вами сделать такой подход к брюшному дыханию в положении сидя. Поза очень важна для практики дыхания, практики пранаямы. И здесь вы можете за собой понаблюдать, если вы сильно сутулитесь, если положение неустойчивое, попробуйте в этом положении сделать вдох, в таком положении, с искругленной спиной, с сжатой областью живота. Вы пронаблюдаете, что вдох делать сложнее гораздо, вам приходится прикладывать усилия, у вас не может разворачиваться, раскрываться, легкие. И вот для этого, конечно, нам важно с вами учиться держать спину прямой и в то же время тело расслабленным, как и для практики медитации. Для этого желательно выбрать, найти на текущий момент свое положение для практики. Это может быть положение сукхасаны, такое легкое, удобное положение со скрещенными ногами. Иногда его называют по-турецки. Вообще сукха – это легкий, удобный. И со временем это положение становится действительно легким и удобным, если вы в повседневной жизни его тоже используете. Или же вот такой вариант, как сижу я, это положение ситхасана, когда стопа зажата между голенью и бедром. Если вы владеете подмасанной и можете удерживать ее в течение нескольких минут, пожалуйста, присядьте в этом положении. Если же на текущий момент для вас невозможно сидение с прямой спиной по каким-то причинам, пожалуйста, сделайте еще один подход в положении лежа. И мы с вами приступаем. Давайте для начала сделаем подход просто наблюдения дыхания, естественное брюшное дыхание. Как делали в положении лежа, но сейчас будем использовать руку. Поместите, пожалуйста, одну руку на живот, одну руку на грудную клетку. И теперь мы животом будто бы толкаем руку вперед, а на самом деле просто направляем живот вперед и направляем внутрь. Поначалу такие движения помогут вам прочувствовать именно брюшное дыхание, а при этом грудная клетка остается неподвижной. Нижняя часть ребер может перемещаться немного, особенно на первых этапах, пока дыхательная мускулатура не развита, но в основном двигается именно живот. И когда это движение уже станет для вас сейчас привычным, относительно естественным, поместите руки на бедра и попробуйте дышать, не используя вот этот контроль руками. И давайте сделаем несколько минут этот тип дыхания. Прикрываем глаза и приступаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы завершаем этот подход к практике. Если вам необходимо, пожалуйста, поменяйте положение ног, поместите другую ногу спереди. Если можете удерживать это же положение тела, оставьте его. У нас остался небольшой подход ко второй части. И сейчас попробуем сделать контролируемый тип дыхания, когда мы тренируем диафрагму, и постепенно она будет опускаться все ниже, и мы сможем вдыхать все большее количество воздуха. Итак, принимаем положение с прямой спиной. Руки можно опустить на бедра. Или же снова начать вариант, когда вы контролируете дыхание с помощью рук, наблюдаете дыхание, наблюдаете, чтобы не двигалась грудная клетка, оставалась неподвижным, и только живот двигался. Или же, если получается уже для вас это не так сложно, оставьте руки на бедрах. И мы приступаем. Пробуем делать вдох, небольшую паузу после вдоха, потом выдох и небольшую паузу после выдоха. И пробуйте, когда вы после вдоха делаете паузу, заметить, что диафрагма опустилась, и не дать ей подняться вверх. Потому что эту паузу можно держать за счет сильных межреберных мышц, задержку дыхания, чуть расширив грудную клетку. Но диафрагма снова поднимется вверх. Вот наша задача постепенно давать этот небольшой тонус и задерживать ее внизу. Тогда с каждым разом она будет опускаться все ниже. Вы будете это тоже замечать. Давайте попробуем сделать в течение нескольких минут этот подход к практике. Продолжение следует... На этом наш очередной подход завершен. Я благодарю всех, кто принял участие в сегодняшнем этом общении. Если вы попробовали это на себе, напишите, пожалуйста, в комментариях или же через опцию «Задать вопрос». Как прошла ваша практика? Может быть, вы открыли, узнали для себя что-то новое? И если у вас есть возможность, обязательно занимайтесь дыхательными техниками самостоятельно. Если же самостоятельно пока не получается, приходите к нам на занятия на asanaonline.ru. Есть занятия про наямы для начинающих. И будем вместе осваивать дыхательные техники. Еще раз благодарю. И успехов вам в практике йоги.